Пойдемте дальше. Вопрос для отборочного интервью. Первый. К чему вы стремитесь в своей карьере? Помните первый блок? Вы пишите первый блок, она вопрос для отборочного интервью. Их надо писать, ребята. Я хочу, чтобы их по полной программам усваивали. Потому что они очень-очень помогают нам найти того, кто нам нужен. К чему вы стремитесь в своей карьере? Классный вопрос, так? Вот вы хотите карьеру создать? Да. К чему вы стремитесь в своей карьере? Классный вопрос. Человек пусть задумается, пусть вам ответит. К чему он стремится вообще, что он хочет делать. Например, он говорит, я хочу, чтобы ту компанию, в которой я работаю, всегда принести что-то новое. Я хочу, чтобы было видно, было видно прямо до меня и после меня. Вот-вот-вот, я так хочу, чтобы вот-вот было до меня и после меня. Реальные результаты были. Ух ты, классно, это тот, кто нам нужен. Так, вот до меня, после меня должно быть видно. А так говорит вам только профессионал, тот, кто знает, что он может делать. Что лучше всего вы делаете как профессионал? Что вы очень хорошо делаете? Что вы лучше всего делаете как профессионал? Что у вас хорошо получается? Что хуже всего вы делаете как профессионал? Какие аспекты профессии вам не интересны? Вот вроде бы эта работа есть, но она как-то вам не по душе и так далее. А зачем мы это изучаем? Зачем мы об этом спрашиваем у него? чтобы человеку не поручать то что у него плохо получается во первых во вторых то что у него плохо получается комбинировать с кем в команде у кого это минус является плюсом чтобы они как команда дополняли друг друга дот они будут хорошо друг друга дополнять это будут очень здорово назовите 5 своих последних начальников когда мы к ним обратимся как они о вас оценят как вы думаете как вы думаете сколько оценит вас вашей начальник дисплей шкале сколько цель дом вас он где я думаю наверно 8 наверно 9 наверно 10 ну наверно так дайте мне пожалуйста телефоны 5 ваших последних начальников как вы думаете как они будут оценить вас дисплей шкале 2 3 4 5 сколько они оценят вас а почему вы так думать что нам это оценит так это очень важные вещи вот в идеале карьерные цели кандидата должны совпадать с нуждами вашей компании вы смотрите он же пишет здесь карьерные цели к чему вы стремитесь своей карьере они должны совпадать вот с этим это идеал вообще супер идеал нам нужен а категория с каждым разом провожу когда рассказываю об этом я прихожу к пониманию что найдешь а категория сотрудника да он тебе поможет 50 раз больше делать намного легче намного проще а без берешь неправильного человека были сколько быть его не контролировал он все равно все испортит если он затрудняться сформировать свои цели или повторять то что написано у вас на сайте это не ваш человек внимание некоторые хорошо готовится хочу что вы поняли они почитают ваши сайте они почитают тому что там написано потом приходит вам начнет рассказывать то что у вас там написано что классно того того что нет вам сразу видно помните что талантливее умнее сильный человек он всегда выражать свои мысли доступно грамотно и правильно потому что он знает что хочет узнать зачем карьера хочет делать и так далее талантливые люди они действительно такие он не будут вам питаться как сказать понравится вот такого нет у него есть внутри профессионализм такого спокойно и так далее выражать себя он не боится ваш уравновешенный список недостатков будет непольным если в нем не окажется с меньшей мере от 5 до 8 пунктов признаны самым кандидатом его слабыми странами внимание когда вы сдаете человека вопрос что у вас не очень хорошо получается что он вам должен говорить правду а если в этом списке не балансировано значит вам хитрят не бывает человек который у него все идеально согласны это реально так это нужно понять когда список недостатков слишком короток или недостатки ведется как скрыть и достоинства или просто заметили какие-то одни стиковка со своими листами цели это не ваш человек то есть не совпадает вашей лиц цель поэтому сначала лиц целей ориентируемся сначала на лиц целей попросить кандидата составить спикс из пяти боссов которые у него есть а потом почему он думает что вот этот человек поставить бы ему 7 баллов снимать да да фотографа хотите спросить у него почему он думает почему он вдруг решил что вот бегать и что скажи мне пожалуйста как ты думаешь сколько тебе балл давал бы вот вы же попросили ему там 5 боссов написать да как ты думаешь вот это твой босс сколько балл тебе дали бы 10 балл на шкале вот не знаю наверное 8 а это а второй 7 а который 5 а это как 9 это очень важно а почему он думает вы спросите у него это важная вещь отметьте себе просто отметьте себе потому что есть еще на другие интервью это все первый уровень интервью мы должны его докопаться это ключевые кадры которые вы постоянно меняете и так далее по этим рейтингом и отбираем кандидатцев с 8 9 10 баллами меньше 8 не брат меньше 8 что потому что всем читается уже среднем нам нужно около сотрудник а он говорит наверно думаю что он мне дает 6 он меня дает всем не берите потому что это человек он не тот вам нужен дерзкий сотрудник кто вам нужен супер уверенный сотрудник который реально звери в себе да не берите нам нужны ключевой сотрудник я рядовой сотрудника не говорю а вот это а класс это ключевые ищите их пожалуйста надо будут из других местах из других регионов смотрите в своем городе искали нету чё надо делать география расширят свою страну искали нету чё делать везде ищите до границу то есть география расширять надо но ником случае не останавливаться найдите этих кадров нам любопытно что как расскажите подробнее задавайте вот это вопрос это крутой вопрос зачем вот это есть как раз а куда и когда вы начали окунаться в его мозги роскошь что вы делали еще раз а как вы это делали о которых расскажите по подробному как вам это удалось издавайте что вы имеете в виду много дни занимались там продажи там профиля того-того и так далее у нас были такие марки так и но расскажи что вы имеете ввиду о пошло и поехала ваша задача все втаскивать втаскивать что убедиться что это тот кто вам а как именно это происходило как это вообще происходит ну мы заказали поставщики были такие у нас были просрочка у нас были того и тогда а там а что вы там изменили то классно до ковыряйтесь очень важно расскажите подробнее вот это вопрос очень важный вопрос пожалуйста что как что ты бросал как ты его бросок и что по подробному что происходило а почему именно так задавайте много вопросов чтобы он рассказал я нанимал сотрудникам она была руководителем компании билайн я сдавал вопрос такой расскажите в предыдущей работе что вы достигли какие результаты сделали так далее это было как раз следующее интервью идет дальше она сказала я пришла там было сто чем-то помните раньше были точки блайн продавали сим-карты так а нас к я сделал их больше три тысячи я сказал сколько надо за два года а потом что делали я ну там был руководитель филиала все область и так далее так далее и я начали вот это все начали ну-ка расскажите как это вы делали как нанимали как открывали точки по подробному объясните кто вам помогала это очень сильно вы сразу видите человек который делал это пыльно в руле он все знает он не могут врат хитрить это сейчас этот человек руководить само уже четвертый год и уже 5 год она руководит само она управляет его хорошо и она со мной стала партнером я сразу и что показал карьерный что яска если больше трех лет работаете у вас будут такая зарплата а то есть и первый год будет такой потом так больше трех лет у вас есть шанс со мной стать партнером когда три года наработали я начали его что-то воду же от доля от прибыли и так далее и сейчас она стала со мной даже учредителя я его определенную долю приписали почему потому что надежный человек который мне помогает дело зато у меня голова не болит я делаю надо что делать найдите а категория делитесь ними два-три раза нами не сказала брат мне предлагаться вот туда заниматься на его бизнес 5 или 6 разные компании пытались его что делать приманить это конкретно пытались у заменить 5 6 разные компания она приходит мне говорят мне говорят предлагать нормальная зарплата я им отказываю сама не могу понять почему нас к потому что вы здесь живете вы должны делать то то что вы действительно живете это разные вещи жизни надо жизнь она короткая и он не надо отдавать ради денег это очень важно хватает на жизнь до по душе живете да а вам нравится как работать а зачем вам еще нужны деньги зачем вам куда-то шоу бежать если аллах вот так дал не надо бегать туда-сюда это значит твое и она мне и сами трясни каждый раз когда кто-то пытается его приманить она приходит из того компания меня звонит как думать и чё делать его как как ты думаешь моя им сказала нет как бы правильно надо было сказать да это же так это же очень важно человеку надо это важно она со мной сколько работ работает я очень доволен его работу очень доволен потому что на классный руководитель я люблю когда человек душой и сердцем болеет да вот вот это это очень важная вещь вопросы для квалификационные интервью это вторая категория уже 2 что уже 2 уже мы на отборочные интервью был первые первые что было отбор вы же написали же там по моему а это уже что квалификация это уже вы глубже уровень копаетесь до уже мозги для какой работы в основе или он говорит ну я там работал а для какой работа вас там наняли и тогда это может быть второе интервью может быть там не знаю сразу через несколько минут может это какими достижениями вы гордитесь больше всего что вы там даст я помню спросили что вы там дела ноги я сделала больше трех тысяч уже что потом я начал спроса после этого не сделали меня руководителя филиала того того если четко результаты вы задаете вопросы каким достижением вы гордитесь больше всего случились ли у вас на работе очевидные права но бывают ошибки или не бывает бывали такой что вы делали на работала результат не дало и там как-то так а человек который правдив профессионал говорит как есть я открывал и там не пошло и там вот стольками патриали и правда руководство были на доволен и так далее так далее вот а человек должен открыто говорить о своей ошибке недостатки тоже кто понял это означает что он не будут вам скрывать но не будут ваши глаза это замазать но не буду скрывать не будут обманывать вас так далее что вы можете сказать о тех с кем пришлось работать в команде которые вы работали что вы скажете какой был ваш начальник такой был гад не давал жить значит следующий про вас будут про вас потому что такая правило кто перед вами приходит хайд других а перед другими хайд вас мы это же природа человека кто ты когда перед вами хайд других на соответственно перед других хайд вас мы же это понимаем же и дальше что вы можете сказать о тех кем пришлось работать отдельно как звали вашего босса и как правильно напишется его имя как вам работала с ним что он и так далее положительного отрицательных чертах что вы скажете а зачем вы это все делаете вопрос вы узнаете человек командный игрок или нет он настолько в команде работ насколько он было или он любит сплетничать или он или он или он такой человек который видит только недостатки других людей или что-то там хорошее как вы разделили доставшуюся вам команду на игроков а б и сет например разделите пожалуйста команда которую вы играли на а лучшее правственное б среднее сей категора какая команда вот что было у вас там где вы работали что вы изменили в их работе то есть вот это очень важный вопрос что вы изменили в их работу то есть у вас после вас вы пришли вы принесли определенные результаты определенные изменения и кого-то наняли кто-то да нанимал если конечно берете руководитель отдела ропа или коммерческая отдела они же нанимать там он год да я нанимал и тогда вы кого-то уволили как бы вы разделили команду на группе а б и с к моменту вашего увольнения смотрите момент когда пришли а момент когда увольнялись разница есть он должен говорит да когда я увольнялся команда была вот такая были вот такие такие многие позиции уже были закрытие были классная команда которым можно было такие результаты давать и так далее успели до фотографии ли что-то пойду дальше хорошо пойдем дальше почему не ушли с работе почему мы ушли это вообще знаете классный вопрос это да сейчас расскажу ну как сказать профессионали обычно говорят были случаи что у нас руководитель поменялось прошлом говорит что просто ру пришли какие-то родственники или или говорят компанию продали или говорят что вот случилось так что либо компания закрылась или бывает такое что просто филиал это был продали компании бы закрыли либо уехали отсюда это много раз атаковать а если начинает говорить что там у меня были случаи что человек сказал но у меня было дальше уже ничего там делать почему я все поставил все было нормально но дальше министра неинтересно был такой случай а почему что неинтересно вдруг уже все создали наладили и работали ну как-то стали неинтересно а таких людей как можно называть этот человек который уже дальше в виде не нет он какой-то сделал то что мог сделать а дальше в виде не не осталось соответственно уже по накатанной дорогой идет постоянно вот так и нихуя дальше уже не охота было оставаться и так далее